Формула Смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян Понедельник, 25 апреля. Приветствуем всех слушателей и зрителей и начинаем нашу работу. Доброе утро, рад всех приветствовать. Формула Смысла в эфире радио Вести ФМ. И что у нас с гостями, Оля? Дмитрий Встафьев, Александр Лосев, Даниил Бессонов, Тимофей Сергейцев, а еще Армен Гаспарян, Дмитрий Бабищ и Елена Кондратьева с Ольгером. Вот. Большая программа гостевая у нас. Ну что? Ну что, остальное Франция и Париж. Ну давай, вот там уже МВД Франции подводит окончательные итоги выборов. Итак, ну что, Макрон у нас побеждает, Липен проигрывает. Показываем последнюю табличку. Ну неожиданностей никаких не произошло. Никаких неожиданностей не произошло. А скажи мне, а среди тех заявлений, вчера был митинг на Марсовом поле, и Макрон пообещал сделать Францию великой экологической державой. Великой экологической... А у них там вице-президента нет случайно? А то бы я Грету Тунберг бы посоветовал. На этот пост? На этот пост, да. Была бы прекрасная парочка. Макрон и Грету Тунберг. В воскресенье французы выбрали гуманистический амбициозный проект, основанный на труде и созидании, а также освобождении академических сил. Каких академических? Академических. Я хочу силой продолжать этот проект последующие годы. Понятно, понятно. Ну что, академические силы победили. Теперь мы знаем, какие хоть силы победили во Франции. Оказывается, академические. Но вообще, конечно, любопытно, который раз Марин Липен прекрасно работает, ну, такой стеной, да, от которой можно играть подачи, да, то есть бах в стену, оно отскакивает на предсказанное расстояние. Вот так вот вся, так сказать, конструкция и устроена. Главное, чтобы Липен вышла во второй тур, а там любой, кто будет против нее во втором туре, он побеждает. Вот незатейливая, незатейливая конструкция. Ну вот Миланшон, который, конечно, у них просто, ну, его называют левым, вот, конечно, это неотроцкизм такой ярко выраженный. Вот он на третьем месте пришел в первом туре, теперь строит огромные планы по поводу того, как он в парламенте сформирует значимую фракцию. У них парламентские выборы тоже очень скоро, через два месяца, по-моему, в июле, если я не считаю. И Миланшон называет их третьим туром. Да, вот будет третий тур в парламент, вот, и все будет прекрасно. В общем, кстати, вот кого-то спросить, а с чем победил Макрон, что, собственно, глядя на происходящее, Макрон мог сказать. А Макрон ничего не сказал. Вот, он сказал, что его второе президентство будет тяжелым, да, но выдающимся. Но историческим. Да, тяжелым, но историческим, выдающимся, вот, и второе, он создаст экологическую сверхдержаву, вот, так что, ну, все нормально. Правда, значительная часть французов с этим не согласна, они еще вчера начали буянить, вот, видео разнообразные. Фейерверками обстреливали в Лионе, например, здание муниципальной полиции, вот, зрелище красочное, впечатляющее. Вот, как всегда, жгли что-то, баррикады, бросали камни, бутылки и, в общем, вдохновлялись всячески. Ну, а что еще остается? Ты же там, вот, ты меня заинтриговала всеми рекомендациями, которые современным европейцам выданы. Это мера, мера. Там готовится шестой пакет же, да, шестой пакет, который они называют умным пакетом. Вот, но это происходит на фоне замечательных рекомендаций, кто с чем должен дальше идти, то есть прямо по списку, как она... А это вот, кстати, будущее. Какие меры должна принимать? Это вот это вот будущее, Оля, о котором сказал этот самый прекрасное экологическое будущее. Ну, давай, меры, зачитывай. ЕС призывает граждан отключать отопление, пересаживаться на велосипеды, уменьшать скорость автомобиля, переходить на удаленку. Британия реже принимает душ, использует электрические одеяла вместо отопления. А Германия, опять-таки, реже мыться, не зависеть от российского газа, не использовать мыло, чтобы не накапливать бактерии, устраняющие грязь на теле, а также реже потреблять мясо. Франция, талон на еду, снижение температуры в батареях, экономия на кондиционерах. Италия, ограничения на температуру зимой не выше 19, летом не ниже 25. При использовании кондиционера там даже придумали штрафы от 500 до 3000 евро. Голландия, экономия энергии, уменьшение мощности работы системы отопления в домах, душ вместо ванны. Ирландия, пересесть на велосипеды, ходить пешком вместо автомобиля. Если поездка на автомобиле неизбежна, реже тормозить ради экономии бензина, не возить тяжести, не включать кондиционер. Литва, кипятить меньше воды, понижать температуру в доме до 16, тише слушать музыку, Эстония, стирать белье ночью и утеплять дома. Ну, прекрасный список. Это вот и есть экологическое будущее, за которое победил Макрон. Они сейчас, ты же упомянула, шестой пакет санкций готовят. Правда, не очень понимают, что там готовить в этом шестом пакете санкций. Как-то надо ударять по российским энергоносителям, но не очень получается. Вот к концу недели, минувший, был консенсус, что по газу, по газу уже эмбарго никакого не будет. Все как бы, все разъяснилось. Про газ забудьте, сказали. Газ будем покупать. И уже даже Еврокомиссия вышла с разъясняющей бумагой, что, в общем, если открываешь счета в российском банке, в данном случае это Газпромбанк, то можно уже так делать, уже можно туда отправлять деньги. Это стадия принятия. Да, это уже заработало, да. И, соответственно, там пусть будет конвертация в рубли, и потом оплата в рублях, это уже ничего не нарушает. Вроде бы разъяснила Еврокомиссия. Шестой пакет... Шестой пакет это умные санкции в отношении России. Они не страшные, они умные, да, я понял. Они умные, они попытаются, значит, там что сделать. Как-то отрегулировать цену поставок, вот. Если вот цена на нефть будет сильно высокой, то у них они будут свою цену вводить, а остальное, как бы, будет облагаться какими-то дополнительными пошлинами. Это один вариант. Вот. Самые рьяные мечтатели собирались, значит, это вообще сделать цену отсечения. Вот, по какой-то цене будем продавать, а остальные деньги где-то, значит, там будем накапливать. Ну и так далее. Между тем, между тем, просто чтобы вы понимали, поставки российской нефти в Евросоюз выросли, они достигли 300 тысяч баррелей в сутки. Вот. Активно работает схема смеси. Вот. Теперь смеси, наше все. Как это работает? Вот большие танкеры принимают в море малые танкеры, смешивают внутри себя российскую нефть с какими-то другими видами нефти, и дальше вот везут и торгуют смесью. Вот так вот это все выглядит. Кто кого обманул, я не очень понимаю. Вот. Но, может быть, это Евросоюз утешит как-то. Вот они сейчас шестой пакет санкций собираются принять. Там, наверное, тоже что-нибудь придумают. Но, с моей точки зрения, дальше их ожидает ровно одно, переход и нефти на рубли. Вот. И придется опять переживать ту же самую стадию принятия всего этого дела. Как было с газом? Но это звучит так. Так, мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из рассматриваемых вопросов – это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы максимально усиливать давление на Россию, но при этом минимизировать ущерб для нас самих. Ну, вот не хочется вспоминать поговорки по этому поводу, которые существуют, чего им хочется, и того, и другого. Но я думаю, что, в принципе, по отношению к Евросоюзу мы находимся где-то в том периоде, когда уже можно и свое отношение показать. – Половина британцев, 52%, по данным Миррор, которое провело исследование, не смогут оплачивать свои коммунальные счета уже с лета. – Ну, вот уже с лета. Лето у нас где? Ну, вот с июля, допустим. Они не смогут оплачивать свои коммунальные счета. Ну, я думаю, что пора уже помочь всем этим процессам. Потому что, понимаешь, они как-то пребывают в состоянии эйфории. Вот я даже понимаю, чем она вызвана, эта эйфория. Потому что, когда начиналась специальная военная операция, они считали, что Россия будет действовать так же, как Соединенные Штаты действовали в Сирии, в Ираке, в Афганистане. Что мы пройдем огненным валом, снесем все, и вопрос будет решен. Когда они поняли, что Россия действует избирательно, и действительно не войной занимается, а специальной военной операцией, на самом деле, то как-то восприяли духом. Восприяли духом, и вот уверились, что все это имеет какой-то шанс против России. Я так понимаю, что специально для этого уверения поступает информация, что приезжали товарищ Блинкин и товарищ Остин к подопечному Зеленскому приезжали в Киев побеседовать. 700 миллионов, миллиард или миллионов, чего? Миллионов. Миллионов, да, господи, я уже миллиардов. 713 миллионов долларов на военные нужные украины. Да, 713 миллионов долларов, да, привезли. Это, я так понимаю, те же остатки из 800, которые выделял Байден. То есть это не какая-то дополнительная сумма. Но смысл этого мероприятия ровно в одном. Они должны показать и убедиться, что Зеленский по-прежнему готов отнести Украину и украинское население на плаху в качестве жертвы. Но они будут поддерживать как-то это все. И, конечно, главный смысл ИЗИТа это демонстративный, да, демонстративный. Украина будет сражаться, а Америка будет ее поддерживать всеми силами. И по этому поводу у них, я так понимаю, очередное воодушевление. После Киева Остин едет в Германию, где на Рамштайне будет встречаться с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украины. Ну да, вот они будут обсуждать военную помощь. Все это просто переведет режим специальной военной операции в более жесткий. Вот к чему это приведет. И к росту количества жертв. Ни к чему больше это привести не может. Но я думаю, что это приведет к введению наших санкций по отношению к Евросоюзу. Ну вот по поводу санкций Барли только что высказался. Со стороны ЕС в настоящее время не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России. Ну вот они не могут прийти к консенсусу. Но понимаешь в чем дело? Если они так активно включились во всевозможную войну с нами, вот они все убеждены, что они ведут войну с нами, ну возможно нужно предпринять ряд действий. Ну если не военного, то полувоенного характера. Вот в отношении Евросоюза и в отношении того, что там раз в три недели мыться. Вот это слишком часто. Это слишком часто. Чтобы последовали потом рекомендации, что надо мыться раз в три месяца. Вот. А лучше только летом и только в озере. В принципе. А помнишь мы с тобой пару недель назад обсуждали то, что создается нехороший прецедент. Открывается ящик Пандоры и то, что происходит собственностью наших состоятельных граждан там, в Европе, станет хорошим уроком для других. Вот я смотрю, тут вышла публикация в Wall Street Journal о том, что члены королевской семьи Саудовской Аравии продают дома, яхты и предметы искусства в США и Европе. Общая стоимость проданного имущества уже составила более 600 миллионов долларов. Ну, не очень понятен контекст, почему они продают. Я думаю, что, знаешь, в чем дело? Они могут продавать это имущество не потому, что им деньги понадобились, а потому, что хотят минимизировать свои связи и зависимости от Европы и Соединенных Штатов, в том числе через имущество. Потому что история с Российской Федерацией очень многому весь мир научила. И поэтому здесь будет происходить, думаю, что будет происходить наверняка разделение мира на две части, как минимум. Да, вот будет западный мир, вот эти 20 стран, которые собирает Остин, и они будут планировать, как они дальше будут бороться с Россией. Одно только во всю эту картинку не вписывается. Вот, мир гораздо больше, чем эти 20 стран. Гораздо больше, несопоставимо больше. И они, конечно, могут бороться с Россией, и могут пытаться поставлять вооружение, но они будут пытаться поставлять, а мы будем это уничтожать. Это приведет к растягиванию операций и к увеличению количества жертв. Но в любом случае, к тем, кто собрались на Донбассе из украинских ВСУшников, вот, это точно все не доедет. Вот, я думаю, что вся история с поставками вооружения, американским штабом, а это тот штаб, который на самом деле ведет против нас в войну, никакой не украинский, конечно. Вот, вся история с вооружениями заключается в том, чтобы сконцентрировать эти поставляемые вооружения на новых рубежах обороны. Вот, вот это та сверхзадача, которую они будут сейчас решать. И сформировать второй, третий, после Донбасса рубежи обороны, на которых они могут готовить дальнейшее сопротивление Украине и России. Потому что я абсолютно убежден, что никакого, вот, тяжелого вооружения до Донбасса они не дотянут. Вот, и постановка таких целей была бы глупостью и безумием. Мы, конечно, ну, негативно оцениваем наших соперников, да, и противников, и врагов, но они точно не являются дураками при всем нашем негативном к ним отношении. Поэтому вот мое ощущение, хотя я, опять же, не военный и не стратег, это именно ощущение, ничего больше, что все разговоры про поставки тяжелого вооружения направлены на то, чтобы сформировать второй и третий рубежи обороны внутри Украины. Ну вот, начиная от Днепропетровска и западнее, и западнее. Вот, и готовятся они именно к этому. Они будут стараться построить эшелонированную долгосрочную оборону. Для этого, кстати, и оставлены на Донбассе большие силы. Им не дали приказа отступать, вот, потому что эти силы должны погибнуть, но измотать наши вооруженные силы в достаточной степени, чтобы они, столкнувшись со вторыми и третьими рубежами обороны на территории Украины, дальше не могли вести наступление. Вот, я еще раз говорю, не офицера Генштаба, военного опыта у меня нет. То, что я сейчас говорю, основывается просто на теоретическом знании военной истории. Я, как человек, получавший историческое образование, к этой части имею какое-то отношение. И мне кажется, я думаю, вот, что разумные цели для нашего противника и врага заключались бы ровно в этом. Пока донбасская группировка погибает, вот, она и должна погибнуть, нанеся максимальный ущерб нашим наступающим войскам и максимально их измотав, вот, ну, имеет смысл создавать второе и третье рубежи обороны, чем, я так понимаю, они сейчас и занимаются. И вся тема с поставками тяжелых вооружений, как мне кажется, направлена прежде всего на это. Вот, визит Остина и Блинкина нужен был, с одной стороны, для внешней демонстрации, а с другой стороны, для того, чтобы еще крепче получить обязательства от Зеленского, что он не собирается сдаваться и не собирается подписывать никаких соглашений, вот, и вилять хвостом, потому что Зеленский это прикованный цепями к президентскому креслу, вот, кроме прикованного у него есть еще и, думаю, соответствующий пистолет у виска, вот, и его предназначение командовать этой самой обороной до последнего украинца, ни больше, ни меньше. Вот, для того, чтобы зафиксировать это положение дел, Остин и Блинкин для этого и приезжали. Ну что, мы сейчас прервемся. Новости середины часа, радиостанция Вести ФМ. Продолжим буквально через несколько минут. Еще раз напомню коротко гостей. Дмитрий Встафьев, Александр Лосев, Даниил Бессонов и Тимон. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. Реклама Думаете, как сохранить свои сбережения? Проект «Мой Гектар» – это выгодные инвестиции в землю, в светлое будущее для вас и ваших детей. Время жить на своей земле. Стоимость «Гектара» от 100 тысяч рублей. Выберите участок под дачу или агробизнес недалеко от Москвы на сайте мойгектар.ру. Успейте до повышения цен. мойгектар.ру Гектар земли каждому россиянину. Станьте премиальным клиентом Альфа-банка и получайте от 60 тысяч рублей выгоды в год. Альфа-премиум – лучший премиальный сервис в России. АО «Альфа-банк». Через полтора года ты позвонишь себе в прошлое и скажешь – хватит ждать. Стартуй сейчас. Апартаменты от 6 миллионов – 200 тысяч рублей. Первоначальный взнос – 40%. Следующий платеж через 15 месяцев – без процентов. Апартаменты «Найс Лофт» с отличной спортивной инфраструктурой. В 10 минутах от Садового кольца. Подробности по телефону – 495-844-9604. Проектная декларация на сайте наш.том.рф. Успециализирует и застройщит ренессанс. Программа, которая полна противоречий. Лейтмотив с Русланом Быстровым и Валерией Лобузной. Каждую пятницу после 14 часов. На радио «Вести ФМ». В Москве – 7.30. Новости. В студии Лора Стадницкая. На нефтебазе в Брянске минувшую ночь произошел пожар, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Причины выясняются. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Еще одно возгорание зафиксировано на складе. С подробностями Игорь Давидович. Известно, что во втором часу ночи произошел взрыв на гражданском объекте. Это резервуар с дизельным топливом, который принадлежит частной компании «Транснефт Дружба». И уже минут через 10-15 произошел второй взрыв. Это военная часть. Там находится склад, который специализируется на хранении как раз тоже дизельного топлива. На первом объекте, по предварительной информации, в момент взрыва находилось около 10 тысяч тонн. Дизтоплива на втором объекте около 5 тысяч тонн. Конечно, главный вопрос, который сейчас волнует всех, это причины случившегося. Но сказать об этом что-то очень сложно, потому что, повторюсь, нет никакой официальной информации. Нам удалось пообщаться лишь с местными жителями, которые рассказывают, что слышали хлопки в момент взрыва. Ну, впрочем, такие хлопки можно слышать во время любого подобного ЧП. На место тут же незамедлительно выехали все возможные силы и средства регионального МЧС, которые продолжают работать и сейчас. Но пожары такой сложности, что потушить их в ближайшие часы вряд ли удастся. Также пока ничего не известно о пострадавших. Но можно сказать, что, к счастью, жилые объекты находятся близко от взорвавшихся резервуаров. Но все-таки в достаточном удалении для того, чтобы не пострадали жилые здания. Добавлю о площади пожаров, как на нефтебазе, так и на складе, пока ничего не сообщается. Никаких боевых действий в Мариуполе не ведется. Постепенно налаживается мирная жизнь, сообщил ТАСС, мэр города Константин Ивашенко. По его словам, население может приступить к благоустройству дворов, менять обстреленные окна. Как отметил Ивашенко, во дворах сами жители уже белят бордюры. Люди выходят из подвалов, подметают дворы. Напомню, 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин еще 6 апреля назначил руководителем администрации города Константина Ивашенко, бывшего депутата Мариупольского горсовета от Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» и гендиректора завода «Азовмаш». Большинство французов не хотят победы сторонников иммунеля Макрона на парламентских выборах. Об этом свидетельствует опрос социологической службы «Опиньон Уэй», в котором приняли участие 1300 человек. Против парламентского большинства сторонников Макрона в Национальном собрании Нижней палате парламента Франции выступают 63% опрошенных, 35% поддерживают такой расклад сил. Ровно пополам разделились мнения респондентов по поводу предварительных итогов голосования. 49% заявили, что удовлетворены победой Макрона, другие 49% придерживаются противоположной точки зрения. Президент Франции избирается на 5 лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Согласно последним данным, на воскресных выборах действующий президент набрал 58,5% голосов, лидер национального объединения Марин Лепен – 41,5%. Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин. Как передает РИА Новости, с таким прогнозом выступил гендиректор независимого агентства аналитика товарных рынков Михаил Турукалов. По его словам, на многих нефтеперерабатывающих заводов запасы готовы к отгрузке топлива сейчас выше нормативных. Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владелец ФАЗС к всевозможным акциям в целях конкуренции. Для потребителей это позитивный шаг, пояснил аналитик. При этом он считает, что объявленная розничная стоимость бензина на ФАЗС вряд ли заметно снизится. И речь будет идти именно о скидках. Сегодня в Петербурге временами дождь. Плюс 7-9 градусов. В Москве также небольшие дожди. 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 9. Давление 744 миллиметра. Влажность воздуха 91%. Вести ФМФМ. Москва. 97,6. Санкт-Петербург. 89,3. Хочешь быть в курсе самых последних и актуальных новостей? Это просто. Скачиваем приложение «Смотрим» или заходим на сайт смотрим.ру и получаем мнение экспертов, актуальную повестку, эксклюзивные кадры, прямые репортажи с места событий. Теперь все новости у вас в руках. Смотрим. Бесплатно. Без регистрации. Смотрим. Для лиц старше 18 лет. Формула смысла. С Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. Продолжаем эфир. Для ваших вопросов работает «Ватсап плюс семь девятьсот двадцать два восемьсот два ноля шестьдесят пять». Так что присоединяйте. Вот я смотрю, от Еврокомиссии пришли сообщения о том, что для них, для Еврокомиссии, наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции. И вот этот самый шестой пакет, с которого мы начинали, он будет уже на предстоящей неделе. Санкции против Сбера. Возможные ограничения на поставки российского энергетического сырья. При этом полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза. Да пусть уже определятся, понимаешь. Еврокомиссия ни за что не отвечает. Поэтому она выступает за жесткие санкции. При этом вот она выступает, при этом сообщает, что единства даже в еврозоне не существует. Определиться они не могут. Ну, а поскольку нужно все время давать воодушевляющие какие-то события, которые должны воодушевлять, простите меня за эту тавтологию, ну вот они будут, это все. Будет шестой, потом будет седьмой пакет санкций. Ну и так далее. Вот. Но вот интересно, что на минувшей неделе на CNN была опубликована статья, которая принадлежит авторству Джеффри Сакса. Это такой знаменитый человек, в том числе и работал в качестве экономического советника и в России в 1991-1994 годах. Вот. Отличился тем, что рассказывал, как мы должны выращивать колониальную экономику. Тогда, но уже много лет с того времени прошло. Вот. Но здесь Джеффри Штакс, интересно, случайно ли вышла статья на CNN или это определенное мнение существующее. Вот. Он апеллирует к тому, что все эти пакеты санкций достаточно бессмысленны. Они приводят к ухудшению положения, экономического положения, самих санкционирующих и только в меньшей степени влияют на экономическое положение самой России. Вот. Любопытно, что апеллирует он, главное, к тому же тезису, который мы с тобой в первом получасе обсуждали. Никакой блокады России ввести в современном мире невозможно. Вот. И что те, кто вводят санкции, оказываются в значительном, в значительном меньшинстве, да. Вот. И даже если не вводят санкции, но высказывают поддержку США, это 93 страны, а 100 стран в разной форме отказались поддерживать предложенную американскую инициативу. Вот. Обращает внимание на себя, пишет САКС, что на эти 100 стран приходится 76% населения мира. Вот. Также сами санкции порождают огромное количество проблем. Например, проблема первая. Даже несмотря на то, что санкции создали экономические проблемы для России, маловероятно, что они приведут к изменению российской политики. по примеру, Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи. Но он указывает на то, что если уж Венесуэла, Иран и Северная Корея свою политику не поменяли в результате санкций, а их зависимость и уязвимость гораздо выше, то с Россией это не произойдет точно. Проблема вторая. Санкции легко обойти, по крайней мере, частично. Со временем будет появляться все больше способов обхода санкций. Ну вот мы с тобой, кстати, об этом говорили, про то, что прекрасно продаются смеси латышская, еще какая-то, которые прекрасно себе торгуются. И это уже как бы не российская нефть, оказывается, в цистернах больших, больших танкеров. Можно ожидать, что транзакции с Россией будут в большей степени проводиться в рублях, рупиях, юанях и других отличных от доллара валютах. То есть, чем дальше, тем больше долларовая система будет размываться, в какой-то момент ее существование вообще станет проблематичным. Третья проблема. Большинство стран мира не верят в силу санкций, а также не занимают ничью сторону в российско-украинском конфликте. На страны, которые ввели антироссийские санкции, приходится всего 14% населения мира. Но в этом смысле это вот тот самый золотой миллиард. Понимаете, как любопытно. Вот была концепция золотого миллиарда долгая, которые должны были прекрасно жить. И выяснилось, что именно мы с вами, дорогие друзья, и соотечественники, помешали золотому миллиарду прекрасно жить. Мы будем виноваты в том, что мы испортили прекрасную жизнь золотого миллиарда. Вот эти 14% населения мира, это примерно он и есть. Но смотри, Дели Телеграф посчитал, что новые санкции против России обойдутся британским экспортерам 8 миллиардов долларов, и больше всего ограничений почувствуют на себя производители предметов роскоши. Да. А как же... А, ну да им продавать-то некуда будет. Куда же еще продавать? При том, что интересно, вот видишь, ты же сама зачитала, что в Саудовской Аравии принцы продают свое дорогостоящее имущество. Это тоже показательный момент. Есть еще четвертая проблема от санкций, пишет Джеффри Сакс, это эффект бумеранга. Антироссийские санкции наносят вред не только России, но и всей мировой экономике, давая дополнительный импульс разрыву цепочек, инфляции, дефициту пищевых продуктов. Ну, а, кстати, тут интересно про инфляцию. Я вчера, по-моему, видел данные. Кристин Лагард очень беспокойно, ЕЦБ, Европейский Центральный Банк, не знает, что делать. Понимает, что инфляция разгоняется из-за стоимости энергии, прежде всего. И рост энергии, рост цены энергии составляет более 50% в уже разогнанной инфляции. Вроде бы, надо поднимать ставку. Европейскую. Но если ее поднять, будет вопрос с долгами. И это никак, Лагард говорит прямо, я подниму ставку, но на цены на энергоносители это никак не повлияет. А, соответственно, если эта инфляция носит немонетарный характер, то вроде как бы можно только добиться ускорения этой самой инфляции, вводя эту высокую ставку. И, в общем, Кристина Лагард сказала, что она не знает, что делать, и не знает, как повлиять на постоянный рост инфляции в еврозоне. Но, по всей видимости, поднятие ставки они введут. Пятую проблему, которую видит Джеффри Сакс, она заключается в том, что по цене спрос на российские энергоносители и зерновой экспорт этот спрос не эластичен. В результате ограничения закупок и роста цен на эти товары Россия может получить тот же самый и даже больший объем экспортной выручки. То есть, продавать ресурсов мы можем меньше, а выручки получать столько же или даже больше. И вот Джеффри Сакс задается вопросом, а что же делать с этим? Мы будем отказываться, потреблять будем меньше, а платить будем больше. И какой-то замкнутый круг получается. Геополитическая есть проблема, она шестая у Джеффри Сакса. Прочие страны, и что наиболее важно Китай, рассматривают российско-украинский конфликт как часть противостояния между Россией и НАТО, в рамках которого Россия пытается остановить расширение Альянса за счет включения в него Украины. Важный очень фактор, потому что и по отношению к НАТО, и в том разделении, что постколониальный мир и мир бывших колоний. Вот это станет стратегической линией для самоопределения многих и многих стран. Ну, кстати, насчет НАТО, это любопытно было, как Австралия возмутилась тем, что Китай собирается создавать свою базу на Соломоновых островах. Это так, северо-восточнее Австралии немного, и это Австралию буквально вывело из себя, буквально с украинским вопросом, а нас-то за что? Вот, потому что, когда НАТО приближается к России в Европе, это никому не угрожает. А вот, если Китай собирается создать базу на Соломоновых островах, то это создает несовместимые фактически с жизнью спокойной австралийской условия. И Австралия на это никак пойти не может. Вот конфликт там назревает, назревает. И в этом смысле к вопросу Тайваня добавился еще и план Китая создать военную базу на Соломоновых островах. Вот, значит, ну что, мы к оперативной информации перейдем, да? Еще один момент, вот Джеффри Сакс указывает на самое, может быть, важное из всего, что здесь есть. США и НАТО хотят нанести Путину военное поражение, но при этом неизбежным является разрушение Украины. Применяемая США стратегия поставок вооружений на Украину и экономических санкций способна ослабить Россию, но не способна сохранить Украину. Вот, последняя цель может быть достигнута только путем заключения мира. Ну вот, Джеффри Сакс, правда, не, ну это вышло раньше, до того, как Остин с Блинкиным приехали, вот, а смысл этого приезда, я еще раз подчеркну, вот, смысл этого приезда по моей оценке заключается ровно, ну как бы в двух вещах. Одна сугубо пиаровская, вот, это выразить надежду всеобщую, которая должна всеобще всех вдохновить. А третья, а вторая сугубо прагматическая, да, вот, нужно проверить, насколько прочно Зеленский находится под контролем и нет ли у него каких-либо мыслей, что можно сдаться. Вот, Зеленский должен быть свободен от любых мыслей по поводу, так сказать, возможной капитуляции Украины. Вот, ему, думаю, там разъяснили, все, так сказать, планы нарисовали на карте, что потеря Донбасса, вот, не является никакой смертельной потерей для Украины. Будет второй, третий рубеж украинской обороны, и Украина способна держаться долго, столько, сколько у нее будет людей, для того, чтобы они держались. Вот в этом я вижу смысл их приезда, поэтому рассуждение Джеффри Сакса о том, что какой ужас, значит, Соединенные Штаты стремятся уничтожить полностью Украину для того, чтобы ослабить Россию, вот, они вполне себе соответствуют действительности, но просто там никого это не пугает. Вот, самое удивительное, что это не пугает Украину и украинцев. Да, Оля, ты что-то хотела сказать? Ну, я хотела перейти к оперативной информации, еще прочитать из-за новостей по поводу того, что Россия направила ноту США с требованием прекратить поставки оружия на Украину, это посол в Вашингтоне, и по поводу того, что происходит в Брянске, напомнить тот фрагмент от Министерства обороны Игоря Коношенкова, который, наверное, стоит напомнить вот в эти минуты и показать то, что происходит в Брянске сейчас. Да, давайте. Диверсии и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, отчего российская армия до сих пор воздерживалась. Видим попытки диверсии. Ну, это то, о чем я говорил. Я говорил это все последние недели. Вот, единственное, к чему приведет эта политика западная, к смене типа наших действий в ходе военной специальной операции. Вот, это единственное, чего они могут добиться. Цена для украинской территории резко повысится и украинского населения, а также она повысится и для тех, кто занимается этими поставками. Ну, вот, ноту мы передали, дальше ведь будут только действия. Ноту один раз можно подать, второй раз ноту не подашь. И официальный представитель Министерства обороны один раз сказал, два раза об этом уже не скажешь, об ударах по центрам принятия решений. Ну, все это переведет ситуацию на новый уровень эскалации. С одной стороны, можно, конечно, подумать, что Запад именно этого и добивается. Вот, а с другой стороны, есть вопрос цены. Да, и что будет происходить на земле с украинскими городами, украинскими инфраструктурами, украинским населением при сценарии перехода к более жестким способам ведения боевых действий и менее избирательному уничтожению различных объектов на территории Украины. Так что по Брянску, да, по Брянску единственное, что мы можем сказать, вот слушатели сейчас спрашивают, я не обладаю никакой дополнительной информацией, кроме той, что есть и так в пабликах, пожар на нефтебазе и пожар на складе артиллерийских вооружений. Якобы были два взрыва ночью, есть такая информация. Больших деталей у меня нет. Поэтому вот он контекст, в котором это можно обсуждать. Контекст задается высказыванием генерала Коношенкова. Вот если это удар, то я считаю, что мы, как и предупреждали, должны будем нанести свой удар по центрам принятия решений и никуда не будь, а такими центрами с одной стороны является Киев, но вот как-то Михаил Леонтьев у нас в эфире говорил, что вообще-то центр принятия решений это не совсем Киев. Но ходя туда, вот видите, Блинкин с Остином приезжают тайно. При том, что, конечно, Вашингтон создал все, чтобы создать завесу тайны вокруг этого визита. Даже фотографии никто никаких не получил. Вот сейчас Рейтерс публикует со ссылкой на свои источники. На борт какого-то самолета где-то поднимается Блинкин. Это фотография или другая? Нет, я имею в виду, что не было никаких фотографий самой встречи, но вот сейчас Рейтерс публикует со ссылкой на свои источники свои подробности, другие подробности визита Блинкина и Остин в Киев. То, что мы уже обсуждали новая военная помощь Украине в размере 713 миллионов долларов, она будет распределена так, 322 миллиона потратить на оружие для Украины. И Рейтерс напоминает, что всего с момента начала операции Киев получил на 3,7 миллиарда долларов. Также на эти средства Украине помогут перейти на более совершенные системы вооружения, в основном системы НАТО, а остальная сумма пойдет на укрепление 15 других стран в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах. Украине все это давать бессмысленно. Поэтому я и говорю о вторых и третьих рубежах. Ну, просто, чтобы еще наши слушатели дали... вот эта фотография, там, где они поднимаются. Вот, чтобы наши слушатели просто понимали, да, вот украинские телеграм-каналы и украинские СМИ пишут о том, что за эту ночь, за эту ночь удары были очень серьезные. Во-первых, в Полтавской области более пяти взрывов и очень масштабные пожары. И тот же Кременчуг, где, наверное, что-то еще до этой ночи оставалось от нефтеперерабатывающего Кременчугского завода, думаю, что после этой ночи там уже не останется ничего. Сообщается также о значительном количестве взрывов в Одессе. Также украинские ресурсы сообщают о том, что закрепление на новых рубежах происходит не только в Херсунской, но и в Николаевской области. Вот. Такие вот новости от украинских ресурсов о том, что происходило здесь у них. Что еще у нас, Оля, осталось из текущих новостей? Ну что, у нас Германия хочет кредит на 40 миллиардов. А, Германия дошла, да, Германия дошла до эффективности санкций невероятного, потому что теперь Германия так помогала Украине, так вводила против России санкции, что Германии потребовалось срочно где-то занять 40 миллиардов. Вот, потому что текущий, я так понимаю, баланс у Германии не срастается. А это ведь только начало пути. Вот, потому что, понимаешь, то, что ты сказала о предметах роскоши, да, там они посчитали, что все производство предметов роскоши... Там 8 миллиардов они пострадают. Да, потерпит, так сказать, серьезные убытки. Вот, но у Германии будут серьезные проблемы, потому что мы ведь передаем отсюда большой привет германскому автопрому, машиностроению. Да, нам будет сложно, мы будем как-то это все замещать. А куда все это денет Германия? Вот все, что она производила. И вся та выручка, которая у Германии была на российском рынке. Это на секундочку десятки миллиардов долларов. И сотни. Сейчас подъедут товарищи, товарищи подъедут на базу Рамштайн и все объяснят. Понятно. Почему немцы должны мыться раз в три месяца? Это мы в порядке шутки используем. А за этим же есть реальность. Ну и посмотрим к середине года, пускай Германия посчитает свой баланс внешнеторговый. Я думаю, что он радикально изменится. Но если отрицательным не станет, то положительная часть очень сильно упадет. Сейчас радиостанция Вести ФМ уйдет на новости начало часа. Мы со слушателями встречаемся совсем скоро, сразу после выпуска новостей. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.